Ребята, привет! Привет! У нас для вас есть очень крутая новость! Какая? Ты что, не в курсе? Может, ты говоришь, что сейчас ты и тут скажешь? Ребята, мы переезжаем жить в дом! Да, сегодня мы уезжаем. Наши зверодетки уже находятся на даче. Они уже давно в своей комнате, кушают вкусную еду и гуляют целыми днями. А мы сейчас, посмотрите где, посмотрите, где это мы? Мы сейчас у нас дома. И у нас дома, наконец-то, начался ремонт. Ура, ребята! У нас будет нормальная комната. Мы уже купили очень много ламината. Мы уже купили обои. Мы с Мишей все выбрали. И сейчас мой папа стелет нам ламинат. Он все выровнял. У моего папы просто руки растут из правильного места. Что как? Да, не то, что у нас. Вот у нас тут установлены подрозетники. По пять штучек сверху. И снизу получено, что ли? Да, нет. Да. Семь штук. У нас, в общем, здесь будет стоять Мишин компьютерный стол, чтобы видео монтировать. Всякие приставки. Все самое необходимое. Телевизор с приставкой. Да, здесь у нас будет телевизор посреди комнаты. Вот здесь у нас будет вентилятор стоять. Ну, конечно. Здесь будет кондиционер. А там у нас будет вот такой вот угловой диван. Там у нас будет около дивана две розеточки. И здесь будет стоять какой-нибудь, я не знаю, столик или что-нибудь, да? Шкафчик маленький. Да, у нас будет, кажется, все сделано. Вот, в общем, ребята, здесь у нас идет ремонт. Папа делает тут вообще все сам. В том плане, что мы не нанимаем никаких строителей, мастеров. Вот там у нас на балконе лежат все стройматериалы, все, что нам нужно. Там у нас, если вы можете заметить, ламинации, всякие подложки. А мы сейчас уезжаем на дачу. Будем пока что жить там, пока ремонт в нашей комнате не закончится. Не знаю, насколько это будет долго, потому что, как вы видите, комнаты животных больше нет. Теперь у них будет огромная комната. И, ребята, мы начинаем снимать очень много влогов про Басю, про путешествия, про всех-всех-всех. И про Лолочку, про Лолочку. Лолочку обязательно. В общем, все, ребята, мы поехали. А вы пожелайте нам красивой, крутой комнаты. Ребята, как вы поняли, мы уже приехали на дачу. И в ближайшее время, возможно, две или три недели, мы будем жить здесь. И сейчас... Биля, Биля, ты где? Билечка. Поздоровался? Поздоровался, Биля? Билли. Привет, ребята. Привет. Я рада вас видеть очень. Да, они тоже, наверное, рады тебя видеть. И сейчас, ребята, мы испытываем нашего нового монстра. Посмотрите, кто появился в нашей семье. Зверь. Зверь по имени Керхер. Да? Будем испытывать. Ты будешь папе помогать испытывать? Сейчас мы, ребята, попробуем помыть машину с Керхером. Миша уже все вытащил из багажника. У нас тут куча насадок. Смотрите, какая... Какой-то пистолет прямо. Вот. У нас сейчас очень жарко. Светит солнце. Но мы за домом. Мы находимся в тенечке. Мы не любим ультрафиолет. И мы сейчас будем пытаться помыть нашего Кешу. Ух ты! Ты посмотри, какая чистота там в багажнике. Когда такое бывает? Обалдеть. Ну, я имею в виду, что здесь, здесь, конечно, не чистота, но тут пусто. Иди. Иди. Уезжаешь. Уезжаешь, Биль. А тут нет ничего вкусненького. Я бы что-нибудь перекусил. Биль, а как тебе такой пранк, Биль? Биль, как тебе такой пранк? А? Кукуси. Что-то он даже не переживает. Все, сейчас я тебя вытащу. Сейчас я тебя вытащу. Билюшка. Нет, не прыгай, не прыгай. Не прыгай. Идем. Идем, моя птенечка. Так, что нам нужно для начала? Это у нас пистолет. А тут еще, что, переключается режим, что ли? Да, мы смотрим. А вот это можно снять, да? Ух ты! Обалдеть. Приклай. Давай. Вау. Давай я положим. Слушай, видите, круто такая. Ну, значит. И когда они будут переключаться, здесь будут меняться. Билли тоже хочет что-то в коробке, думает, что там что-то для него есть. Так, значит, я уже запутался. Мне интересно такую штуку попробовать. Папа. Да, Биль. А что ты крыльешь там? Это фильтр, чтобы грязь не шла в насос. Ух ты. Круто, пап. Мне нравится такой фильтр. Ребята, мы сейчас рассчитали громовку, и посмотрите, как выглядит эта жидкость. Вот вы просто посмотрите. Миша, правда, говорит, что это можно делать только в перчатках. Но вы посмотрите, такой ярко-зеленый цвет. Я такого дно не видела, если честно. Это как будто какое-то зелье. Мне кажется, через камеру даже не так видно. Ты что, хочешь меня отравить? Не, ну я сейчас выпью и хогурс поеду. Всё, сюда. Куда поешь хогурс? Всё, сюда переливаем и начинаем мойку. Биля, ребята, Билечка бедный. Мы его закрыли, потому что здесь всякие щелочные растворы. Смотрите внимательно. Вон там вот сидит и ждёт около двери зайка мой. Да, сейчас, сейчас, рыбочка. Сейчас мы машину помоем и вытащим тебя. Да, мой фиг. Пусть зайка плачет. Всё, 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 Билечка, я ухожу. Пусть зайка плачет. Очень хорошо вытирает. Ребята, Биля тут плачет у меня. Билец мой сладкий. Пойдём, 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 пойдём. Пойдём, мой хороший, да, пойдём. Заходи. Да, да, всё. Всё, 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 пойдём, пойдём, пойдём. Что вы меня тут оставили одного? Я тоже хотел Кенхием пользоваться. Ну, всё, 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 не ругайся, пойдём. Всё, 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 я пришла, да. Да, ребята, я сегодня готовила фасолевый супчик. Он у меня вот только недавно сварился. А Биля почему-то на даче отказывается что-либо кушать. И ест только со стола. Всё, что мы даём со стола. То есть яйцо, например. Там, я не знаю, кусочек хлебушка. Сейчас вот я хочу ему положить немножко гречки. Возможно, с овощами, чтобы он хоть немножко что-нибудь покушал. Да, рыбка моя? Мам, да я просто скидываю перед свиданием. Конечно. Ты куда пошёл-то? Я с тобой разговариваю. Иди сюда. Иди ко мне. Будешь кушать? Да, буду. Ну всё, давай так поделать. Будешь такое? Да, мама, буду. Давай, попробуй. Попробуй. Здесь мяса нету, Билечка. Да, гречечка. Вот так вот. Либо кушай свой корм. Ты же его не хочешь кушать? Не. Нормально, да? Идём посмотрим, что там делает наш зверопапа. Как у него подвигается процесс. Ку-ку. Мы пришли тебя навестить. Как тут дела? Да. Тиражные диски с левой стороны. Ещё не закончил? Угу. Били. Видишь, как чисто тут стало? Вообще просто огонь. Да. Вот так вот. Ребята, мы забыли вам рассказать важную новость. Скоро у моей бабушки день рождения. Это 17 мая. И мы решили сделать ей подарок. У нас заканчиваются дрова для того, чтобы делать шашлык и топить печку. И мы заказали ей дрова. Дрова вообще дорогие. То есть один куб стоит около полутора-двух тысяч рублей. А нам нужно где-то три куба. И вот мы нашли за 6400 рублей три куба. Сегодня нам должны привезти... Я не знаю, сколько мы будем их разбирать. Но бабушка приедет часов в девять. И я очень надеюсь, что мы успеем всё это разобрать. Потому что нам очень хочется удивить бабушку. И знаем, что она не хочет с этим мучиться, всё это таскать. В общем, мы надеемся, что к её приезду у нас уже будет всё тихо и гладко. А сейчас мы пойдём наводить порядок в комнате зверодеток. Посмотрите, что здесь произошло. Ореша, как это случилось? Почему такой бардак? Я не в курсе. Сладуня. Мне ничего не хочешь сказать. Баба, тут случайно всё просыпалось. Это не я. Так, я поняла. Давайте убираться. Помогать идёшь? Да. Здесь три куба. И этих дров, всё, что валяется, это ещё только половина машины. Я не знаю, как мы сейчас будем это всё таскать, конечно. Потому что нам надо донести вот отсюда, вот дотуда. Вот в эту дверь нам надо всё положить. Ребята, у нас получилось нереальное количество дров. И сейчас мы всё это будем перетаскивать. Привет, мои хорошие. Привет, мои ласточки любимые. Ты мой птенчики. Ты мой хороший. Я люблю мурчать с тобой. И с Мишей. Да я знаю, Ореша, что ты любишь мурчать с нами. Такая зайка. Смотрите, Кевочка. Кивуля, привет. Привет, мама. Спасибо, что убралась у нас в комнате. У нас стало очень хорошо тут. Так приятно теперь лежать на своём домике. Да, ребята, посмотрите. Я тут пропылесосила. Всё. Ой. Это Миша кормил зверодеток. Всё тут убрано. Ой, Кева, ты решил ко мне прийти? Мы сейчас с Мишей идём спать. Мы перетаскали все дрова, которые там были. Вааай. И знаете, это очень приятное чувство, когда всё сделал. Бабушка приехала. Она очень довольна, очень обрадовалась. Вот, Билька сегодня спит с ней. А мы сейчас поцелуемся со своими зверодетками и пойдём спать. Ореша. Ореша. Вы куда хотите? Куда вы хотите выйти? Всё время котаны не дают ребятам выйти из комнаты. Баба, мы с тобой пойдём. Да, Лера, мы с тобой идём. Ага, идёте вы со мной. Нет, вы идёте на свою кроватку спать. Идите спать, а я пойду. Идите спать. Идите, мои хорошие, идите. Да не хотят ребятам уходить. Что вы тут делаете? Мы? Ты хочешь поздороваться? Привет, ты, Патульки. Рад вас видеть. Что это Кеми делает? Папа, не снимай. Почему? Я ногу чищу. Я в лодочке измазался. Ой, Кеми, ну ужас какой. Поближе, значит, заснимем. И кто это натворил? Кто это творит каждый день? Лучше объясните мне. О, О, О. Ариша. Вообще супер. Ты просто не на то место им поставишь. Ариша, что происходит, объясни, пожалуйста. Это поэтому все без воды обычно сидят? Нет. Почему? А потому что ее сын сейчас будет делать точно так же, мне кажется. Что значит, объясинское петро не может попить? Слушай, с ладоной выглядит сейчас так, как будто его тошнит. Смотри, Леон, очень ровно. Ребята, вот вы спрашиваете, каково нам жить с таким количеством котов. Отвечаю вам вот так вот. Нам очень весело жить с таким количеством котов. Смотри, Леон прям нос туда кунуло. Нос до кунуло. Что тут Валерия делает? А, плачу от лука. Все в слезах. А что ты с луком делаешь? Я замариновала курочку. Отрезала маленький... Это свинина. Отрезала маленький кусочек нашим зверодеткам. Вы посмотрите, как они реагируют на курицу бешено. Вот, а сейчас пытаюсь разморозить свинячину, но у меня ничего не выходит. Смотрите, как Билли просит. Мам, дай кусочек, пожалуйста. Вот такой тебе кусочек дать. Ку-куся моя. Кто ты такой хороший? Привет, подписчики. Поздоровался, да? Мурчит, сидит. Иди гуляй на травку, сейчас я тебя пристегну только. Ребята, я уже поставила водичку здесь на плиту. У меня вот такой вот кусочек курочки. Я оставила специально на это филе, без костей, без жилов. Я сейчас его вот здесь вот сварю. О, спасибо бабушке, что включила воду. Вот, и угощу Кеву сбили и подниму еще малышам наверх, чтобы они тоже покушали. Вот у меня Билькин обед. Это я ему отдельно сейчас положу. А это вот Кевочке курочку дам. Так, Белюшка, идем. Мама, что там? Мама, я чувствую курочку. Билечка, подожди, это не тебе. Кевин, держи. Ух ты, мама. Биля, вот это тебе, Белюш, на, твой обед. Курочка с гречкой. Смотрите, Кева лег на солнышке и кушает вкуснятинки. Мам, не снимай сзади, я там застава с заднего ракурса. Это что за монстр? Ну что, вам нравится ваши вкусности? Нравится? Ой, Кевин как мурчит, ребята, вы не услышите из-за костра. Мам, ну не рассказывай всем, что я мурчу. А почему так мало? Мало? Потому что у кого-то вот такой вот огромный живот. Больше всех на видео. Да это худенькое мое. Кушай, кушай, извини, извини. Кушай. Папа. Да, Кевин, чего такое? Я пришел шашлык нюхать. Покажи, что там. Кева, ну он еще не готов, но уже... Ой. А знаешь, какой он хитрый, Миш? Какой? Он мне говорит, а пойдем посмотрим, как там у папы дела. Все понятно, Кевин. Хитрюся. Пап, ну дай шашлык мне. Рано еще, ты что, сырешь, если хочешь? А что, мне можно будет? Мама же не даст со специями кушать. Нет, тебе нельзя. Конечно, мама тебе и даст, глупенький ты мой. Ребята, мы снимаем пока что курицу. Сейчас будем еще и свининку. Сладуня, ты пытаешься по лестнице в первый раз пойти? Аккуратно, аккуратно, мой кисенькин. Баба, скажи там ребятам, чтобы всем понравилось видео, и они этот... Вон тут хотят, чтобы лапы ставили. А я пока что попрыгал. В общем, целую. Люблю всех ребят. Пока-пока. Сладуня, не прыгай туда, Сладун. Ой-ой-ой, Сладун, даже не вздумай. Я справился! Я справился! Ура! 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 Ура!